Жизнь в деревне Карекина продолжается, но у нас произошло ЧП. Вот уже несколько дней мы не можем найти бабушку. Дед подошел ко мне и сказал, а где бабка? И вы в комментариях писали постоянно, а где же бабка? И действительно, куда она подевалась? Уже как несколько дней после строительства этой дороги мы не можем ее найти. И я тут задумался, она же не могла просто так куда-то подеваться. И ее явно похитили. Когда мы строили эту дорогу, к нам приехали очень странные братки, которых нам удалось прогнать, но они вполне могли вернуться под покровом ночи и выкрасть нашу бедную бабушку. Сегодня мы должны ее отыскать, добраться до похитителей по горячим следам и постараться ее спасти, где бы она ни была. Надеюсь, у нас все получится. А еще я надеюсь, что ты начнешь играть на 11 сервере Радомир КРМП. Ссылочка на скачивание лаунчера есть в описании. Просто скачивай и заходи на сервер. При регистрации обязательно указывай мой ник Роман Кей. И не забудь ввести мой промокод Мистер Кей маленькими буквами. За ник и за промокод ты получишь приятный бонус. В размере аж 100 тысяч рублей, на которые ты сможешь купить, например, свою первую машину. Дед, я думаю, что бабку не могли увезти слишком далеко. Но я ночью подумал и мне кажется, что они в Бусаево. Это почему еще она в Бусаево? Что ей там делать? Бусаево из клубы, гаражи, рестораны. Дед, блин, мы о ком сейчас говорим? О твоей внучке? Или о бабушке, которой 120 лет? Какие клубы? Какие рестораны? Единственное, о чем она думает, это о своем огороде. Давай съездим проверим. Чутье подсказывает. Я, конечно, может, чего-то не знаю о своей бабке за те 5 лет, пока я отсутствовал. Но, в принципе, ее могли увезти в Бусаево те самые бандиты, потому что они явно местные. Иначе зачем им было приезжать в Карякино и вмешиваться в наши дела? Хорошо, я понял тебя. Давай проверим, может быть, найдем какие-нибудь зацепки. Ох, блин, ну кому же понадобилось похищать старую бабулю? Почему нельзя было похитить деда, который полон сил? Или, например, похитить меня? Вот похитили бы они меня. Зачем трогать невиновную бабушку? Не понимаю я этих братков, которые покушаются на старушек. Есть, конечно, маленькая вероятность, о которой я совсем не хочу думать, что бабку-то никто и не похитил. Бабка просто пошла в лес по ягоды да по грибы и там откинула коньки. Но об этом мы сегодня думать не будем. И деду я такое говорить тоже не буду. Он сразу взбесится. Блин, Абусаево-то большой городок. Здесь гелик будет найти не так-то просто. Езжай по улицам, может, найдем кого-то. Ну вот здесь какие-то машины старенькие стоят. Да и дома здесь старые. Я не думаю, что братки будут жить в таких старых домах. А вот, кстати, у горожане, в принципе, вполне могут тусоваться. Вот они! Да, действительно, перед нами стоит гелик. И, возможно, это гелик как раз таких тех ребят, которые приезжали к нам. Давай-ка поговорим с ними, дед. Эй, уважаемый! Что хотели? Ты чего нашу бабку увез? Мстить захотел? Вы о чем, уважаемый? Я моей жене! Бабуля, возвращай давай, мистер! Где ты ее спрятал или где ты ее закопал? Мерзавец такой! Я никого не увозил. Я бы сжег вашу деревню, но не тронул бабушку. А где она тогда? Только вы ее похитить могли. Но я видел ее. Блин, с этого и надо было начинать разговор. Что ж ты сразу не сказал, где ты ее видел? Она садилась в автобус. Кого ищете? Блин, еще один приперся здесь. Бабушку видели, уважаемый? Бабушка здесь такая низкого роста проходила. А может быть и не проходила. Видели такую? Возможно. Что значит возможно? Видел или нет? Только два варианта может быть, да или нет. Хотя, хотя бабушек здесь много водится. В какой автобус еще раз? Я прослушал все. На какой автобус насадилась? Которая едет на Рублевку один раз в день. В 14.30. Так, дед. Дед, сколько сейчас время? Дед, время говори сейчас быстро. Рома, скоро автобус. Уждаемый водитель, может вспомнит ее. А сколько времени ты сейчас, дед? Может до автобуса? Может мы уже проспали автобус? Или может быть до него еще 5 часов? В 14.22. В 14.22. Ё-моё. Быстрее садимся в гелик и едем. Так, там у нас всего лишь одна остановка напротив нашей деревни. Давай, давай, давай. Заводись, заводись. Этот автобус может ведь и раньше проехать. Я знаю этих, блин, водителей автобуса. Проезжай. Вот это, наверное, это он. Это он. Надо узнать, докуда он едет. Вы докуда едете? Дед, молодец. Перекрыл дорогу ему. Красава. До Рублевки. Опа, это наш автобус. Еле-еле успели. Повезло нам. Очень сильно повезло. А, так, ну, шо ж. Нам получается до Рублевки ехать, что ли? Давайте сначала у водителя узнаем, видел ли он бабушку. Видел мою жену толстую. Садилась к вам. Да, она вышла на Рублевки. Что? Зачем? Зачем ей было выходить на Рублевки? Она была одна или с кем-то? Нет, с мужиком каким-то. Думал внук. Это очень подозрительно. Мне кажется, что бабку действительно похитили и под дувом пистолета увезли на Рублевку. А, шо ж, поехали тогда разбираться, что там происходит. Надеюсь, бабушка все еще там. А когда это было, кстати говоря? Позавчера, он говорит. Ну, если позавчера, то у нас, в принципе, есть все шансы ее там отыскать. Если ее похитили и нам все еще не выставили требования, зачем ее, в принципе, было похищать? Первый вариант, чтобы узнать, что мы добываем нефть в деревне Корякино и помешать нашему бизнесу. И второй вариант, чтобы выставить нам какие-то требования за нее. Я не думаю, что они стали бы похищать бабушку только ради того, чтобы ее убить. Кстати, Рублевка, оказывается, находится буквально в 100 метрах, оказывается, от нашей деревни Корякино. Может быть, она к своей подруге сюда поехала? Мы приехали, получается? Ладно, дед, выходим. Конечная, видать. Спасибо вам большое за помощь, очень помогли. Блин, дед, а деревня здесь хорошая. С Корякино это не сравнится. Казалось бы, разница всего лишь, ну, 100 метров. Ну, ладно, километр. Километр максимум разница между Рублевкой и деревней Корякино. Ну, посмотрите, какие дома на Рублевке и какие дома, блин, в Корякино. Это несправедливо. Просто несправедливо. Мы обязаны добиться точно такого уже успеха и для деревни Корякино. И нефть нам в этом деле поможет. Видимо, какой-то дед, как я, тут однажды нашел нефть и сделал Рублевочку. Слушай, хорошая догадка у деда. Может быть, они действительно тут тоже нефть начали добывать, но в какой-то момент она закончилась и остались только эти дома. Ладно, но где нам искать бабку-то здесь? Здесь только домов. Я их прям просто по пальцам даже сосчитать не могу. Десятки. Сотни домов. Дворцов, можно даже сказать. Когда мы сошли с автобуса, я увидел мадмуазель. Красавицу. Женился бы на ней. Причем здесь местная Биба. Ты зачем засматриваешься на молоденьких девочек, а, дед? Тебе, блин, 129 лет уже. Она ровесница моей жены. Может, они знакомы. Может, спросим у нее. А, понятно, дед, понятно. Ну ладно, тогда вопросов нет. Где она была, ты говоришь? У въезда в город? Ага, вижу ее. Сидит на лавочке. Знаете, в принципе, все бабушки, все бабушки, которых я только видел в своей жизни, они всегда все знают. Они знают все, что происходит на районе. Это местные, я не знаю, камеры видеонаблюдения. Местный интернет, у которого можно узнать все, что угодно. Так, дед, давай только ты глазки не строй. У тебя жена есть, не забывай про это. Мадемуазель, как проходит ваш день? Дед, не заигрывай с бабкой. Не мешай мне, может, после развода что-то с ней получится. После какого развода, дед? Бабка быстрее помрет, нежели ты с ней разведешься. Ты с ней уже 60 лет живешь. О разводе думаешь. А какие 60? Ребят, 100 лет? 100 лет он уже с ней живет, ё-моё. Мы к вам по делу, бабуль. По какому делу? Вы не видели тут бабушку точно такую же, как вы? Она на автобусе сюда приехала. Толстая такая уродина. Видела, видела. И где же она, бабуль? Вон у того большого дома. У какого большого дома здесь все дома большие вокруг? С каким-то мужиком. Блин, все-таки мужик ее привез сюда и притащил в какой-то дом. Бабуль, покажите. Покажите на этот дом. Вот этот вот, который прямо у въезда и у которого трутся странные люди. Этот что ли дом? Вон где петушня стоит. Так, понятно, но... Дед, давай, подтяни подтяжки. Нужно разобраться с этой петушней. Дед там, блин, назаигрывал с этой бабкой. Дед, соберись, ты не молодой уже. У тебя даже стручок уже не поднимается. А ты заигрываешь с какими-то бабками. Давай-ка разберемся, кто здесь стоит. Ё-пара-соте. Ё-пара-соте. Вы поглядите, какие там тачки. Роуз-ройс, Феррари, Ауди, Вамбаргини. Э-э-э, Гелик, Ниссан. Чёрт, здесь живёт очень влиятельный человек, я так понимаю. Извините, петушня. Ой-ой-ой, господа. Что-то хотели или потерялись. А к вам тут бабушка не заходила в дом? Я правда вообще не понимаю, зачем бабушке нужно было заходить в дом? И если её притащил сюда действительно уважаемый человек, возможно, знаете, что он захотел сделать? Я предполагаю, если они построили рублёвку на нефти, то скорее всего это дом владельца рублёвки. Самый первый на этой улице. Он принадлежит владельцу мэру рублёвки, которую эту нефть как раз-таки здесь и нашёл. И после того, как она закончилась, они хотят приехать в деревню Корякино, чтобы отобрать нашу нефть. Ну, допустим, заходила. Дальше что? Можно её забрать, пожалуйста? Нет. Нет. Она наша. В смысле? Ну нафига вам, старая бабушка? Вы скажите, что вы хотите-то от неё. Это что значит? Не скажете? То есть вы её похитили? И даже не хотите говорить, что вы от неё хотите? Вы что, издеваетесь над нами, а? Вы что, думаете, что мы такая деревенщина? Всё, дед, пошли. А, блин, мы гелик оставили, придётся ждать следующий автобус, а он ездит только один раз в день. Окей, погнали. Сядем на лавочку рядом с этой бабушкой и будем ждать ровно сутки приезда следующего автобуса до деревни Корякино. Дед, нам нужно придумать план, как забрать оттуда бабку. У них очень серьёзная охрана, очень серьёзные тачки и очень серьёзный дом. Я уж не говорю, блин, о очень серьёзном районе. Мы по сравнению с ними какие-то букашки. И обычно, когда в туалете сижу, план в голову приходит. Дед, тогда присядь на эту лавочку. У нас есть 24 часа до приезда нового автобуса. И за это время мы как раз-таки сможем придумать план, приехать сюда и подготовиться. Всё-таки не забывай, что у нас есть и пушечки для того, чтобы с ними разобраться. Хотя, ребята, если у вас есть в голове какой-то план, как нам вытащить бабку из этой засады и зачем же они её похитили, предлагайте свои варианты в комментариях. И, возможно, именно твой вариант мы реализуем в следующей серии. Надеюсь, что тебе понравилось это видео и ты поставишь ему свои зверские лайки, подпишешься на канал и начнёшь играть на 11 сервере Радмир КРМП. А у микрофона был Мистер Кейс. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok